Анна Ахматова Я согласна с Ахматовой. И ссоры никогда не рождаются у меня стихи. Меня лично вдохновляет больше всего на написание стихов мужества. Анна Ахматова Мужество стремления к своей цели. Мужество выполнить свой долг перед родителями, перед детьми, перед родиной. И вот все это совокупности накопляется, переполняется чаша. И когда переполняется чаша вдохновения, рождаются стихи. Народная поэтесса Дагестана, депутат Верховного Совета Республики, член Всемирного комитета и председатель Дагестанского комитета защиты мира, редактор журнала «Женщина Дагестана» Фазу Алиева. Анна Ахматова 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 Я сразу издалека вижу подлеца, а от них я сама отхожу. А если подружилась я или общаюсь я с мужчинами, то они для меня, их мелкий недостаток я не вижу. Для меня уже они готовы, потому что я только таких воспринимаю. Они мужественные, они честные, они шедрые. Шедрые это не то слово в мешанском понимании. Шедрые это своей душой. Пока я не пришла на журнал работать, я не была никакой администратор, никакой руководитель. Я была поэтесса, очень чистая, доверчивая, прозрачная, смотрящая на мир через голубые, как говорится, очки. Вот Урбанского я была влюблена по-настоящему. Ну я тогда гораздо моложе была, все лет институт я только кончила. И я всегда думала, вот я этот раз приеду в Москву, я позвоню им, я с ним познакомлюсь, и я посвящу ему хоть стихий. Ну может быть, эта моя любовь пройдет, я увижу его и разочаруюсь. Я хотела бы увидеть и в своих подругах, и стараюсь себе тоже сохранить лучшие черты нашей корянки. Это прежде всего ее чистоту, прежде всего ее любовь к своему семейному очагу, к своему родному гнезду, любовь к своим детям, ну преданность мужу. Я не скажу, чтобы это была рабская покорность. Я считаю, что там, где кто-то раб, муж или жена, там любви нет. В любви они должны быть равны. Я очень стараюсь и стремлюсь приблизить к этому идеалу. Я очень большое внимание уделяю своим нарядам, своей внешности. Я считаю, что у меня есть свой стиль. Если меня среди тысячи увидят, люди могут отличить, что это я. Прическа такой у другой нет, платок не так оденет, как я одела. Пускай это плохо, пускай это хорошо, но это мое лицо. Первым моим любимым поэтом, которого просто переполнила моя душа, от стихов которого я ходила иногда как сумасшедшая, был Лермонтов. После Лермонтова был Пушкин. После Пушкина были многие другие поэты. Ну, они были временами, на время. А вот как я поняла и как я перечитывала Тютчева, он остался со мной навсегда. И мне кажется, что он был с первых дней со мной и до конца жизни будет со мной. Его книга моя настольная и самая любимая. Ни один день моей жизни не проходит без того, чтобы я не перечитывала что-либо Тютчева. Очень я люблю американскую поэтессу. Она писала на испанском языке, латиноамериканское Габриэла Мистрова. Вчера я отворил темницу воздушной пленницы моей. Я возвратил и сам синицу, я возвратил свободу ей. Она вспорхнула, утопая, лазури молодого дня. И так запела, улетая, будто молилась за меня. Это стихотворение я перевела на аварский язык. И скажу, что очень мне близко и Цветаева. Я считаю, даже мы где-то духовно близки, где-то характеры наши совпадают с ней. И ее стихи я себя не могу читать. Когда я читаю Цветаеву и Габриэлу Мистрову, я всегда хожу. Потому что настолько они умножают мою энергию. Когда я написала первое стихотворение, я училась то ли в первом, то ли в втором классе. И это было первое вдохновение, первое раскрытие моего поэтического образа. Кружилась я в ситцевом платье, на ситцевом поле земли. И юного ветра объятья меня над землей несли. Сегодня, копаясь в обновах, Жалею, что нет среди них тех ситцевых, пестрых, дешевых, давнишних нарядов моих. Я пишу стихи о Лене и поэме, потому что я не могу не писать. Взять мою судьбу. Моя мама была безграмотная, работала в санитарской больнице. Она вырастила у нас четверих детей без отца. Все мы четверо получили высшее образование. Моя бабушка говорила, какие настали времена. Я прожила свой век. Я думала, что мир начинается с той гори, что перед нашим аулом. И кончается тем холмиком, что за нашим аулом. Образно называл народный поэт Абуталиб Габуров. Это все рассвет из севера. Весна из севера. С детства, с букваря, в мое сердце вошел образ дорогого Ильича. Я деревцем сухим стояла б в поле. Могучим лесом никогда б не стала, Когда бы не Ильич своей волей сплотивший все народы Дагестана. Любовь к нему, его родное имя, Его идеи великих торжество Нас сделали легендами живыми О жизни и бессмертии его. Во мне стихи зреют от зерна до колоса. Очень много времени требует, чтобы они настояли. Вот можно сказать еще так, что от виноградной ягодки до крепкого коньяка Настоянные должны быть стихи. Если человек может писать календарные стихи, Я не знаю, что тогда он или гений, или он не поэт. Я не рождена ни для кухни, ни для стырки, Но это тоже я делаю. В это время у меня не могут рождаться никакие стихи, Потому что все время я себя упрекаю, Зачем я это делаю, А почему я за это время не пишу стихи. Меня ты узнала, родная земля, Ущелья, пещеры, источники, скалы. Я камешек твой, я росинка твоя, Я снова тропинку к тебе отыскала. Как звонко и радостно дышится здесь, Как смело вхожу я в объятия природы, Босая, простая, такая, как есть, Какой я была в невозвратные годы. Меня ты узнала, родная земля, Чьи травы и ветры знакомы и сладки. Я так же, как в детстве далеком, твоя, От мокрых ступней до серебряной прядки. Лишь глубже горжусь я твоей красотой, Скалой, водопадом, тропинкою каждой, И вместе с тобою пить ветер и зной Сегодня готова с утроенной жаждой. Порядом! 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 КОНЕЦ Журнал «Женщина Дагестана» получает очень много стихов от молодых поэтистов, от начинающих. Что возможно, мы подбираем, печатаем. Есть очень талантливые поэтессы, но есть ленивые. Понимаете? Талант и лень – это очень несовместные вещи. Я лично много тоже общаюсь с молодыми поэтессами. У каждого поэта свой стиль, свое выражение. Я думаю, что над поэтом не должен быть молоток, который обтесывает его направление. Мне трудно сказать, что больше им поможет. Я лично убеждена, поможет их самих трудолюбие, их самих стремление, их работа над собой. Когда я пришла в коллектив, я поняла, что один отрицательный человек может делать гораздо больше зла, чем весь коллектив делает добро. Даже это противостояние этого добра слабее, чем зло одного человека. И поэтому я проповедую добро. И своим сыновьям тоже я говорю одно. Можешь делать добро, а не можешь – никогда не твори зло. Примив подарок от меня, все родники на горной паде. Ни разу в кипениях огня не бросила я камня, кстати. И птичий гвалт, вздохнуть боясь, о, как любила я бывала, следить за ними притаясь. Но гнезд их я не разоряла. Я мать, я девять месяцев с любовью, с тревогой, что достала с нам двоим, с надеждой и с невысказанной болью, его под сердцем берегла своим. Так как же вдруг он позабытым будет? Могильный камень без имен и дат не может, если мы, живые люди, не должен позабытым быть солдат. Литература всегда должна быть честная, реалистическая. Сейчас настало время такое, что писатель может позволить себе писать то, что он думает, то, что он видит. Писатель может быть настоящим борцом. Для писателя, для художника наступило настоящее время, о котором он мечтал. У меня, как и у всех, тоже есть поэзда, надолго ли это время. Не верь, любимый, что мы в разлуке, что мы и смеемся, и плачем в роз. Если бы даже сейчас между нами злобное море кипя разлилось, я бурными водами разлилась бы. Нас превратила в морской прибой. Я разлилась бы, с тобой слилась бы. Вся до конца, как волна с волной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Земля моя, доверься мне. Как маме я поклонюсь доверию твоему. Я даже пулю на себя приму, Чтоб на тебе не оставалось шрама. Приму беду, не оробею я. Приму несчастье, груз приму любой. От горя заслоню тебя собой. Земля, доверься мне. Я дочь твоя. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ